Добрый вечер дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие университета рабочих экспондентов. Тема занятия о тактике использования буржуазных выборов 2021 года в развитии рабочего движения. Ведет занятие первый секретарь ЦК РКРП Малинстов Степан Сергеевич. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Для раскрытия темы выступления предлагаю вспомнить несколько базовых положений марксизма. Прежде всего, цель рабочего движения в чем состоит? Историческая миссия рабочего класса и цель рабочего движения состоит в освобождении от эксплуатации трудящихся с помощью революционных преобразований общественной жизни. Это цель. То есть освободить от эксплуатации. Для того, чтобы освободить от эксплуатации, мы должны с вами понимать, что такое эксплуатация и когда она появилась. Эксплуатация – это присвоение некого, некоторой части результата труда одного человека другим человеком. Это понятно, эксплуатация. Когда она появилась? Но прежде всего она появилась тогда, когда производительная сила труда стала, поднялась до той высоты, что человек стал производить больше, чем он потребляется. Тогда возникает, экономически возникает возможность присваивать часть этого продукта. Мы из истории с вами знаем, что несколько тысяч лет назад примерно родовая община, произошло определенное разложение внутри, появились орудия труда, которые подняли производительную силу труда, наследование, накопление, разделение труда, специализация труда. Все это вызвало, так сказать, возможность не только присваивать труд, но и вызвало потребность в некоторой части общества, имущие возможности это осуществлять. Если раньше пленника, например, во время боевых действий, каких-то конфликтов, либо ассимилировали в племя, в род, либо изгоняли куда-нибудь, то сейчас появилась возможность его превращать в раба для того, чтобы использовать и присваивать продукт. Но для того, чтобы присваивать продукт, человек ведь не согласен с этим, что он работает и какой-то продукт присваивается. Поэтому, видимо, требуется какая-то сила, которая удерживает его в повиновении, удерживает этот порядок вещей. Так возникает государство. То есть сила, которая стоит как бы над обществом, на самом деле она проистекает. Из чего проистекает государство? Проистекает как раз из того, что одна часть общества или одна часть, один класс начинает подавлять другой класс. Именно в борьбе вот этих классов и появляется государство. В борьбе. И государство, оно старается удержать в узде вот эти антагонистические противоречия между классами. Это по образному выражению англеса. Удержать в узде. То есть некая сила, которая стоит как бы над обществом и удерживает данный распорядок вещей. Для того, чтобы классы не истребили друг друга, а продолжали дальше бороться внутри этого общества. Не истребляя, не выбивая, так сказать, до конца друг друга. Государство есть продукт непримиримости классовых противоречий. И поскольку вот эти противоречия существуют, существует государство. Как только противоречия вот эти уйдут, должно исчезнуть государство, потому что не будет необходимости. в этой силе, которая будет удерживать вот эти классовые противоречия. Классы в узде. Государство родилось в столкновениях между классами и по общему правилу оно принадлежит самому сильному экономически господствующему классу, к которому добавляется еще и политическое господство. Современное государство буржуазное, если мы возьмем, оно существует в разных формах, но суть всегда одна и та же. Это диктатура буржуазии против пролетариата направленная. В свое время, когда родилась диктатура рабовладельцев против рабов, сейчас в буржуазии против пролетариата. Диктатура и демократия это неизбежные атрибуты любого государства. В древнем Риме диктатура против рабов, демократия для рабовладельцев. Сейчас в буржуазном государстве, которое существует в форме буржуазной демократии. Демократия против пролетариата, демократия, диктатура против пролетариата. Демократия для кого? По форме вроде как для всех. В действительности по факту для буржуазии, потому что есть множество возможностей, законов и прочее, которые ограничивают права обычного человека. Буржуазия управляет вот этим аппаратом, чиновничным аппаратом, государственным аппаратом двумя способами. Либо прямым подкупом чиновников. Что мы наблюдаем с вами? Вот эти коррупционные скандалы, когда покажут губернатора с кучей денег и прочих откатов, которые он получал. Это первый прямой подкуп. Это исторически так было, это отмечал Ленин, Маркс. Ничего нового здесь нет. Либо косвенный подкуп. Когда чиновник, вырабатывая свой срок, переводится на какую-то должность очень выгодную, с большим окладом, какой-то попечительский совет или, например, наблюдательный совет на Сбербанк и прочее, получает очень большие деньги. То есть буржуазия освоила управление этим аппаратом и это такая удобная для нее форма. Буржуазная демократия. Диктатура и демократия есть проявления любого государства. В свое время Алексей Этманов, он аппаратировал так на своих выступлениях и говорил, что он против любой диктатуры, он за демократию. Но он не говорил, демократия какого класса по отношению к какому? Против какой он диктатуры конкретно? Потому что абстрактная диктатура как-то... Такого понятия не существует, как и по абстрактной демократии некой. Всегда есть диктатура одного против другого, демократия для какого-то класса. Вместе с исчезновением государства исчезнут и такие понятия, как коррупция или явления, да, исторические, они также есть исторические, проходящие, как демократия и диктатура. Вместе с исчезновением класса, исчезновением государства. Значит, демократия, она декларирует формальное равенство всех участников в условиях фактического не нравится. Вот давайте посмотрим на конкретном примере по отношению к нашей теме. Я здесь нарисовал табличку такую, потому что цифры на слух сложно воспринимаются. Когда инвестиционный материал, это легче смотреть. Значит, есть такой у нас закон, федеральный закон о политических партиях, который был принят в 2001 году. Преамбулы этого закона, учитывая, начинается так. В Российской Федерации признается политическое многообразие и гарантируется равенство политических партий перед законом. Признается, гарантируется перед законом. Статья 33 данного закона, это средства федерального бюджета, выделяемый политической партией. Политическая деятельность признается общественно полезной и в условиях буржуазного государства она оплачивается. Значит, в 2001 году был принят этот закон. Как оплачивается? Оплачивается тем партиям, которые принимают участие в федеральных выборах и набирают больше трех процентов голосов. В 2001 году было, значит, из бюджета предусмотрено для этих целей 50 копеек за голос. Но инфляция, цены растут. В 2020 году, в настоящее время, эта сумма выросла в 304 раза и составляет 152 рубля за голос, который получает партия из бюджета. Для сравнения, средняя заработная плата в 2001 году была 3200, средняя заработная плата. Она увеличилась в 15 раз и по данным статистики в 2020 году 51 тысячу составляет. Мы видим разницу в 304 раза и 15 раз. Больше чем в 20 раз по отношению к средней заработной плате увеличилось финансирование. Это барьер. В 2016 году «Единая Россия» взяла 28 миллионов голосов, за нее проголосала в КПРФ 7 миллионов, значит, ЛДПР 6,9, у «Единая Россия» 3,2 миллиона. Больше трехпроцентный барьер никто не преодолел. Только четыре партии. В КПРФ получается ежегодно получает из бюджета 1 с выше миллиарда рублей на политическую деятельность. Каждый год. Это не считая то, что у них депутаты разных уровней, разные зарплаты, разные возможности. Просто 1 миллиард на политическую деятельность. Теперь они говорят о честности выборов. Давайте мы за честные выборы. С самого начала вот эта нечестность, она уже заложена. Есть четыре партии, которые получают огромные деньги, которые имеют депутатские возможности, ресурсы, связи и прочее. И остальные. Вот они честно пытаются соревноваться. Какие партии будут побеждать на выборах? У кого больше шансов? То есть ответ, в принципе, понятен. Как это делается. Значит, на 25 марта, в настоящее время, 21-го года, да, у нас существует сейчас 32 партии, которые принимают участие в выборе. При этом, по это сведения Центральной избирательной комиссии, на 23 июня 2020 года 13 партий без сбора помощи, которые идут в Государственные Думы. То есть есть вот эти партии, которые получают по миллиарду, они еще идут на выборы без сбора подписей. Есть остальные, у которых ничего нет, но остальные, в данном случае, там у нас 32 минус 13, которые еще и будут в подписи собирать. 200 тысяч. То есть сама по себе задача сложная. Всегда можно отсеять неугодно. То есть вот эта демократия управляемая, она отсекает, многостепенчатая, отсекает с помощью денег и с помощью потом проверки подписных листов можно любого забраковать. Значит, вот из этих 13 партий, три партии были с названием коммунистическая. Это КПРФ, коммунисты России Сурайкина и КПСС, коммунистическая партия социальной справедливости. Наверное, мало кто о ней помнит и знает, но тем не менее вот эта партия есть. В свое время они выдвинули генеральным секретарем Внука Брежнева, если кто помнит. Я посмотрел по этой партии, у них в конце марта был съезд, и они избрали какого-то политтехнолога в председательном партии и сменили название. Теперь они не КПСС, а РПССС, российская партия социальной справедливости. То есть убрали. Итого, вот из этих 13 на данный момент, с названием коммунистическая две, КПРФ и коммунистская Россия. Ну, возвращаемся опять к исторической миссии рабочего класса. Значит, это освобождение от эксплуатации. Что для этого нужно сделать, чтобы освободиться от эксплуатации? Ну, понятно, что нужно вырвать из рук буржуазии вот этот инструмент, который позволяет присваивать труд людей. Это современные средства производства. Вырвать об обществе. Нам же нужно уничтожить классы, уничтожить классовые различия. То есть надо об обществе, чтобы не было такого конкретного собственника, чтобы не было классов. Об обществе средства производства. И для того, чтобы вырвать об обществе, надо как-то преодолеть сопротивление государства. Той силой, которая защищает существующий порядок. Как это сделать? Преодолеть это? Диктатура господствующего класса, она жиждется на определенных институтах насилия. При этом мы должны понимать, что в эксплуататорских обществах вот это количество или численность класса эксплуататорского, она значительно ниже класса эксплуатируемых. То есть рабовладельцев несколько раз меньше, чем рабов. Соответственно, буржуазия гораздо на несколько порядков меньше, чем проэтариев, чем людей, которые ничего не имеют. Не имеют средств производства, которые подвергаются эксплуатации всего этого. Диктатура эксплуататорского класса должна быть устроена с большим количеством, с большими, так сказать, институтами этого подавления. Армия, полиция. Диктатура пролетариата, другая, на смену которой идет, она подразумевает диктатуру большинства над меньшинством. И в таких уже институтах не нуждается, в которых присутствует в настоящее время. Не нуждается. Поэтому теоретически понятно, что диктатура пролетариата, это отличается от диктатуры буржуазии, и аппарат использован быть не может. И вот это теоретическое предположение, оно было подтверждено на практике революциями 1848-1851 года, когда восставший пролетариат, первое, что начинал делать, он начинал разрушать буржуазную машину, в том числе и буржуазный парламент. Это один из элементов. Государство – это парламентария. 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 А что идет на смену? Разрушает этот, а что идет на смену? В манифесте Маркс, когда писал с Энгельсом манифест коммунистической партии, они не могли ответить на этот вопрос. Теоретически ответить на него нельзя. Только практика могла показать. И практика это как раз показала на опыте парижской коммуны. Впервые 150 лет назад была пролетарская революция, которая победила на какое-то время, и за это время она успела создать вот этот орган диктатуры пролетариата. Пролетарская диктатура – это по определению Маркса есть уже полугосударство. Это организованный господствующий класс пролетариат после такой пролетарской диктатуры. И главное отличие в представительных органах – это не то, что оно уничтожает вообще выборы и вообще представительные органы. Оно просто делает его принципиально и иным. Если в парламентаризме парламент – это, так сказать, сборище людей и законодателей, так называемых, которые болтают и больше ничего не делают, не отвечая за свои законы и прочее, это исполнительное разделение властей, то здесь орган, который соединяет в себе и законодательную, и исполнительную функции. Вот это принципиальное отличие. И вот буржуазный парламент, он не годится. Он распускается, он не нужен. На его основе нельзя ничего сделать. То есть он не подходит в принципе. Поэтому ТПРФ, который говорит, что мы возьмем большинство в парламенте, голосуйте за нас, и после того, как мы возьмем большинство, мы построим социализм. Просто лбуны, либо сознательные, либо несознательные, но лбуны. Таким образом ничего не сделаешь. Это в интересах буржуазии все эти иллюзии. Они поддерживаются. Это ничего не дает с точки зрения строительства социализма. Более того, практика показала, что у КПРФ вместе с союзниками был период, когда они брали большинство в Думе. Не было. Мы приблизились к социализму после этого или во время этого? Нет. Наоборот, аппарат буржуазии еще больше, так сказать, окреплен, ужесточился и прочее. Эксплуатация трудящихся больше выросла с тех пор. Тем не менее, всеобщее избирательное право и форма буржуазной демократии, она выгодна не только буржуазии, но и пролетариату. Почему выгодна пролетариату? Потому что позволяет легально развивать свою собственную борьбу. Вот в этих условиях наиболее благоприятна для развития собственной борьбы. Со всеми оговорками, со всеми ограничениями, но это более благоприятная форма. Поэтому мы выступаем в условиях форм буржуазной диктатуры за эту форму, потому что она лучше. Что дает эта форма наибольшую, так сказать, возможности используемой? Это в Германии получили с помощью немецких рабочих. Они раньше всех начали создавать профсоюзы, партию, участие в выборах, вот эти парламентские формы применять раньше других. И за 50 лет легальных действий своих получили следующий результат. Это Ленин его приводит в работе государственной революции. На тот момент в Германии было 15 миллионов рабочих. Из них 3 миллиона были объединены в профсоюз и 1 миллион в партию, в целом демократической партии Германии. Она была одной из самых сильных влиятельных, 1 миллион человек. Но это все, это предел. С 15 миллионов только 1 миллион сознательных. И поэтому, как сказал Энгельс, парламентаризм, это участие в выборах, это показатель зрелости рабочего класса. Общее избирательное право – это оружие в руках буржуази для того, чтобы удерживать свое господство. Показатель зрелости – оружие в руках буржуази. Означает ли это, что раз с помощью парламента власть, социализм не построишь, власть не возьмешь, потому что в руках буржуази остается. Парламент – это просто в руках, как говорил Ленин, в руках парламента власти никогда нет. Это просто борище болтунов, по сути, по своей. Никогда мало что от них зависит, от парламента. Это ширма некая, которая создает иллюзию, что со сменой лиц что-то меняется. Означает ли это, что не надо участвовать в выборах? Вот как ответная реакция на оппортунизм социал-демократической партии, которая переродилась. Потому что парламент, он, конечно, развращает определенные. Люди привыкают к теплым местам и перерождаются. И поэтому, как ответная реакция со стороны анархосиндикалистов, анархосиндикалистов, возникло такое движение в начале XX века против участия в парламентских выборах. На современном этапе к анархосиндикалистам присоединились наши коллеги из фонда рабочей академии, которые утверждают примерно следующее, что выборами заниматься не надо, надо заниматься развитием непосредственно на производстве, создавать профессиональные организации, бороться за коллективный договор. Вот это то, чем в данный момент времени мы должны заниматься всем. Но одно другого не исключает. Мы же не против того, чтобы бросить заниматься только выборами, а не заниматься тем, чем говорят товарищи. Нет? Просто надо уметь соединяться. Вообще ответы на все эти вопросы дал Владимир Ильич Ленин в своей работе «Детская болезнь левизни в коммунизме». Как раз тогда появилось движение левых коммунистов, которые говорили, что парламентаризм политически всегда изжил, что надо заканчивать с этим участием и прочее. и штурмовать, и брать власть, и строить социализм. Владимир Ильич Ленин подробно разъяснил, что пролетариат, во-первых, должен владеть всеми формами борьбы, в том числе и парламентскими. В том числе, что пока еще значительное меньшинство верит в парламент. Не большинство, а меньшинство, значительное меньшинство. Надо идти работать в этих парламентах. Можете разогнать прямо сейчас парламент или нет? Если не можешь, значит иди работай там. Заранее сказать, какую тактику избрать на выборах. Вот заранее все эти критерии привести. Участвовать в данный момент времени или нет? Это не значит, что постоянно во всех выборах надо участвовать. Можно иногда использовать тактику бойкота. Общее правило участия, но тактика бойкота в определенных случаях. А вот какие те случаи? Вот здесь нужно иметь голову на плечах каждый раз. То есть нужно иметь опыт определенный, взвесить расстановку классовых сил. Владимир Ильич Ленин говорил, что нужно иметь политическое чутье. Вот это важно. Предсказывать, предугадывать последствия того или иного действия. Он приводил разбор тактики большевиков. В 1905 году, когда была Булыкинская дума, большевики правильно использовали тактику бойкота. В 1906 году, когда пик революционного подъема был пройден, и революционное движение пошло на спад, уже неправильно они считали. Но ошибка была поправима. Но нужно было принимать участие. То есть когда идет нарастание революционного какого-то подъема, и вот эти выборы или парламент, они сбивают этот подъем, значит надо бойкотировать, не надо участвовать. Если идет на спад и уже такого подъема нет нарастания, а наоборот, или мирное движение развития, значит надо использовать. Для чего надо использовать? Опять же там все хорошо подробно расписано. Для того, чтобы скрывать гнилость этого парламента, для того, чтобы использовать ресурсы для борьбы вне парламента и прочее. Как развивалась парламентаризм в Российской империи, здесь тоже несколько интересных ситуаций. Вот первая дума. Значит там были выборы по курьям, то есть по социальным слоям. Первая курьям – это граждане, помещики, титулованные особы. Четвертая курьям – это рабочие. Я не говорю о том, что выборы, тоже они были с ограничениями, кого принимать, допускать к участию. То есть избирателей. Рабочие избиратели, рабочие помещики. Там свои были ограничения по оседлости, по возрасту и прочее. Первая дума избиралась последующим критерием. От первой курьи представитель – 300, от рабочих – 90 тысяч. Но эта дума была слишком радикальна. Там было большое представительство большевиков, они плохо управлялись. И впоследствии вот эти критерии изменились. От первой курьи – 220, один представитель. А от рабочих – 125 тысяч. Видите, как развивалось развитие российского парламентаризма в этой части. То есть делалось управляемое. Парламент управляемый с помощью вот этого центра. В Российской Федерации. Вот перейдем в современное состояние. Первые выборы состоялись в 1993 году. Понятно, что до 1993 года существовал Верховный Совет, который соединял в себе исполнительную и законодательную функции. Он не подходил буржуазии. И хотя он был наполнен представителем буржуазии, тем не менее сам по себе институт этот не годился. Они его разрушили. Расстреляли из танков. И создали разделение власти. Современное, которое мы с вами наблюдаем. И первые выборы, они были по указу президента. Закона никакого тогда не было. По указу президента специального на двухлетний срок. Участвовало 13 партий, из которых 8 прошли в первый парламент. В 1995 году, через два года, участвовало 43 партии. Видите, как управляются? Из 13 партий и 8 проходят. А когда много партий, приходит человек, берет этот простой бюллетень, еще он там будет разбираться в этих партиях 43. Это же сложно. Понятно, что те, которые на слуху, которых раскручивают, в которых есть ресурсы, их больше за них голосуют. Диалоги господствующего класса, господство и общество. Поэтому управляются таким способом. Проходят четыре. Здесь прошел наш товарищ по одномандатному округу. Вот на этот момент. Всего было два депутата в Госдуме от РКРП. Григорий Владимирович. Он иногда здесь проводит занятия, читает лекции. 1999 год. 26 партий, поменьше. Проходит шесть, побольше. Потому что здесь легче разобраться, как-то легче оперировать. И вот это знаково, потому что на данном этапе участвовал РКРП в виде блока. С союзниками создали блок, участвовали. И шесть прошли, а седьмое место, за которым стоял РКРП, точка отсечки произошла. И поэтому фракции, представителей религиозной части пролетариата в Государственной Думе не было. Если в Российской Интерии она была, то в Российской Федерации ее не было. К сожалению. Потому что КПРФ не представляет такую часть. В 2003 году участвовало 23 партии, 4 прошли. Это вот как раз мы приходим уже к современному раскладу такому более-менее. При этом 4 партии набрали 3 процента, получив финансирование государственное. Ну, с учетом того, что блок РКРП показал на предыдущих выборах неплохой результат, то удалось провести одного представителя РКРП в Государственной Думе. КПРФ нам как раз показал, как надо действительно работать, представляя интересы трудящихся рабочего класса. В 2007 году 11-4 прошли, 3-процентный барьер не преодолел никто. Вот она, управляемость. В 2016 году 14 партий участвовало, 4 прошли. Тех же самых. В 2021 году. Это вот в этом году, да, будут выборы. 13 партий без сбора подписи, допустим. Вот сколько будет участвовать в выборах? Наверное, мы можем прикинуть с вами. Примерно столько же. В 13-14 пройдет 3-4. Это прогнозы наши. А в 6-й Думе? Ну, я не стал показывать это уже. Примерно то же самое. Просто саму динамику, как управляется с помощью законодательства, наполняется парламент, как управляется он. Показана история. Нет фракции представителей рабочего класса, который настроен на борьбу. Здесь стоит сказать, что по опыту наших товарищей из коммунистической партии Греции, мы пытались организовать форму рабочего фронта и зарегистрировали его как политическую партию. Поскольку закон о политических партиях меняется в зависимости от ситуации, то их много, до этого, когда режима иногда мало, они выбирают. РКРП, как политическая партия, была по Верховному суду лишь на регистрации юридической. И поэтому мы на тот момент, чтобы выполнить нормы законодательства, решили собрать союзников и зарегистрировать блоковую структуру в форме партии Ротфронт. Вот с 2019 по 2020 год существовал Ротфронт. И в 2018 году Ротфронт участвовал в президентских выборах, что тоже следует отметить. Выдвинули мы тогда Наталью Сергеевну Лисицыну, крановщицу, представителя рабочего класса. Посыл понятен рабочему классу. Понятно, когда выдвигают непосредственно крановщицу, но это все сказано, не надо ничего особо объяснять дополнительно. Какая цель преследуется выдвижением, чтобы поднять рабочий класс, использовать трибуну для того, чтобы звучал его голос, привлечь внимание, показатель зрелости получить, сколько проголосует. Наталья Сергеевна почему-то думала, что за нее больше трех процентов проголосует. Вот она чувствовала поддержку на заводе в тот момент, когда выдвигалась. А три процента – это государственное финансирование. Оно не ежегодное, как от Думы, на президентских выборах одноразово. Но, тем не менее, это все равно большие деньги. В принципе, получить можно было бы. Но не дошли мы до конца. При этом интересна реакция разных политических групп, сил, партий на выдвижение. Как было противоречие внутри РКРП, так, и вот, например, наши коллеги из Фонда рабочей академии, Михаил Васильевич Попов, начал смеяться над этим. Что вот куда там проноситься вы, не видите. Это позор, да и вообще в президентских выборах участвовать не надо теоретически неправильно. Хотя, почему неправильно теоретически? Почему? Это такая же трибуна, такая же возможность. Более того, на президентских выборах участвовать легче, чем на Думских. Во-первых, подписи меньше собирать. Во-вторых, регистрировать. Надо одного человека, а не пятьсот, как на выборы в Госдуму. Это же с ума сойти. Документы сколько надо собрать. То есть это просто разный уровень даже. Это легче. Это форма легче. А известность и, так сказать, возможность, так сказать, получаешь примерно такую же, а может быть даже большую. Товарищи не поддержали выдвижение. Но при этом Михаил Васильевич он же не мог пройти мимо выборов президента. Он выходил на, так сказать, на YouTube канал в разных передачах и нахваливал Сурайкина. Какая у него хорошая программа. Тем самым косвенно, опоследованно. Он говорил, что вот, человек, за которого надо голосовать. Естественно, это плохо. А вот Сурайкин, это будет, видимо, хорошо. Напомню, Сурайкин тогда набрал 0,68 процентов на выборах 2018 года. У него проголосовало 500 тысяч человек. Трехпроцентный барьер преодолели две партии. КПРФ – 19 процентов, Грудин и ЛДПР – 5,6. Получили по 125, по 352 рубля за год. Вот сейчас мы подошли теперь к выборам 2021 года. Давайте обстановку охарактеризуем. Пролетариат, рабочий класс пока не овладел инструментом участия в парламентских выборах. Нет такого опыта широкого. Не научился он еще использовать это оружие на данный момент. К чему это привело? Ну, к преобладанию вообще классовых сил буржуазии над пролетариатом. Но подчинением. Это выражается, например, в повышении пенсионного возраста. Подняли? Подняли. Пандемия. Многие предприятия сферы туризма, транспорта, потому что поток упал и прочее, страдают. В первую очередь страдают трудящиеся, которые были задействованы в этих отраслях. Их увольняют без всяких пособий особых или переводят на сокращенное время и прочее, и прочее. Страдают и те, которые работают в различных отраслях, потому что этот рынок рабочей силы, который в резерве, он начинает давить и заработная плата уменьшаться по всей отрасли, по всем отраслям, даже которые работают. Буржуазия увеличивает, убивает карманы, а в различных страдают. Сегодня разговаривали мы с Петром Приньевым. Характеристика такая небольшая. Это был секретарем ЦК Родфронта по профсоюзному движению из МПРА. Он говорил, что к нам обратились работники аутсорсингового агентства. Они работают станочниками на различных предприятиях города. Набирают их из деревень средней полосы России. Живут они в вагончиках по 12 человек в Ленинградской области. Привозят на работу и возят развозками. Оформлены трудовые отношения не срочный контракт, не бессрочный, а форма гражданско-правового. То есть он вроде как самозанятый, берется выполнить какой-то объем работ, своими силами и средствами получить вознаграждение. То есть работая на заводе рабочим, он не попадает под действие Трудового кодекса Российской Федерации. При этом заработная плата у них на руки они получают порядка 25-27 тысяч рублей. Вот это реальность. Реальность, в которой прибывает рабочий класс. В то же самое время нам товарищи рассказывают о том, как они строят планы уже много лет, поднять заработную плату до 200 рублей выше, 6-часовой рабочий день, создать советы. И потом буржуазия, увидя как все это прогрессивно происходит, передаст власть в эти советы и распустит буржуазный парламент. Так же не происходит. Мы видим, что реальность совсем другая. Это внутренняя социальная напряженность, напряжение, оно нарастает, объективно нарастает. Оно нарастает в том числе и по статистике выступлений, стихийных выступлений различных конфликтов, трудовых конфликтов на предприятиях. Внешняя обстановка. Мы видим, что обостряется противоречие на внешней арене. Российский империализм окреп и требует своего, так сказать, своей доли, прибыли там в совокупном продукте мировом. В зоне у него появляется своих экономических интересов, северный поток. Вокруг этого идет борьба очень большая. Противоречие обостряется, в том числе и переносится уже в риторику, что могут и боевые действия начаться там с Украиной и прочее. Естественно, что выборы пройдут в условиях, с одной стороны, напряжения социального большого среди российских трудящихся и внешнего какого-то противостояния. Когда они, буржуазные государства, их вражда ослабляет друг друга, эти различные группировки. К чему это приведет, мы видим. На Украине это приводило к Майдану. В Белоруссии примерно тоже по сценарию Майдана. То есть использование трудящихся в интересах разборок между буржуазией. Вот что нельзя допустить. У рабочего класса должна быть своя линия в этом. Голос должен звучать. А как он будет звучать? Скорее всего ряд партий будут недовольны результатами. В том числе и Жиганов будет кричать опять о нечестных выборах. Хотя мы видим, что они с самого начала нечестные. Никто об этом старается не замечать. Вот этой нечестности с самого начала. Поэтому к чему это приведет? Как действовать в этих условиях? Можно, наверное, некоторые предлагают не замечать. Заниматься коллективным договором. Потому что это важнее с точки зрения. А выборы пускай сами идут, пускай там больше приходят. Наверное, это неправильная политика все-таки. Ничего не делать. Развития реализационного пока подъема мы не видим. Наоборот, идет наступление на право. Здесь надо использовать для развития рабочего движения. Как использовать? Политическая партия, которая бы позволяла или выражала интерес в лицом настроенной части пролетариев. Она есть, но она не допущена к участию в выборах. Она не зарегистрирована как политическая партия. И выдвинуть, например, РКРП никого не может. Поэтому здесь есть несколько вариантов. Ну, первый вариант, наверное, соединить силы союзниками и выступить самовыдвижением по какому-то одномоднатному округу. Ну, это накрывает всего один округ. Он не очень большой. Одномоднатный округ, 225-я часть по законодательству. Есть другой способ еще. Мы уже обращались, использовали, вернее, этот способ. Это выйти на контакт с КПРФ, с оплатунистической частью. И предложить включить список на проходное место, в центральную часть. Человека, который представляет борющийся рабочий класс. Который имеет связи, опыт, организованной борьбы. И вот в этом случае, пускай даже будет не член РКРП. Пускай даже не будет член РКРП. В этом случае, любой ответ со стороны КПРФ идет для развития рабочего движения. Если они соглашаются и включают его на проходное место, то мы получаем депутатский мандат, возможность использовать для профсоюзной деятельности, для дальнейшего развития профсоюзов. Если они отказывают, что очень вероятно, отказывают, они тем самым показывают свой оппортунизм в глазах. Они же отказывают не РКРП, а представителя рабочего класса. Отказывают ему, показывая тем самым оппортунизм свой собственный. Потому что есть еще какие-то иллюзии, какие-то надежды, что КПРФ выражает интересы. Здесь эти иллюзии лопаются. Мы скрываем суть на конкретном примере. Второе, мы укрепляем смычку. Мы предлагали, мы боролись за этого человека, но отказали. Мы укрепляем смычку, ослабляя смычку с КПРФ. Какие-то иллюзии в отношении к КПРФ. То есть это беспроигрышно такое. По этому пути мы, собственно говоря, уже пошли. Если ввиду, то полицовет рассмотрел, полицовет российской коммунистической рабочей партии. И принял такое решение. Обратиться, предложить, включить. Виктор Аркадьевич разговаривал с Зугановым на этот пост, что давайте поговорим о выборах, о возможности, может быть, какого-то взаимодействия. И он перепоручил конкретную стадию переговоров подготовительную на своего заместителя по выбранным делам Афонина Юрия Вячеславовича. Вы его можете увидеть сейчас на канале «Россия». Он все время в шоу в политических заводах, он все время выступает по разным вопросам. Вот это шоу ведет Ольга Скобеева такая. Если мне не изменяет память, то Казанов Александр Сергеевич говорил, что Скобеева была одна из его лучших учениц. Она лучше всех узнала диалектику Гегеля, задавала умные вопросы. И вот эта гегельянка теперь отрабатывает и выражает интересы, ну, понятно, кого, российской власти, российской буржуазии. То есть знание диалектики, наукологии Гегеля не мешает выражать интересы буржуазии нисколько. Вот этот Афонин, мы с ним встречались, два раза разговаривали. Первый, второй раз он сюда приезжал. Он сказал, что сама идея нравится, но он не может сразу отказать. Идея им нравится, они будут это обсуждать. Может быть десятку не получится включить, скорее всего не получится, потому что у них вот так переизбыток за эти места. Ну, можно поговорить о том, чтобы предоставить округ по численности, поскольку партия сама нарезает округ. И проходит тот депутат, который набрал больше абсолютное количество голосов. Неудельное, не в процентном выражении, абсолютное. И чем больше округ, тем больше этих абсолютных голосов. И можно сделать так, что при среднем проценте это позволит большей очистенности избирателей пройти. Вот такой вариант можно рассмотреть, но то это будет еще не скоро рассмотрено. Потому что у них самих тут много всяких разных вопросов. У них скоро отчетно-выборный съезд в конце апреля у КПРФ. И только после этого съезда они что-то конкретное могут сказать. Это тактика, которую они применяют каждый раз. Конкретных ответов они не дают. Письменно мы к ним обращались, встречались, но письменного ничего нет. Есть одни слова, одни обещания, одни слова, ничего конкретного нет. Рано или поздно, понятно, что по факту мы поймем, даже если они не дадут ответы, не дадут ответные слова, что ничего не получилось. Тем не менее, товарищи, мы потенциальных кандидатов ставим в известность. Они очень следят за этим, волнуются, потому что если бы они получили добро, они бы уже сейчас начали бы эту кампанию. Кампания за индексацию заработной платы, кстати, против чего выступают наши коллеги из фонда рабочей академии, не ниже уровня инфляции. Что-то им это не нравится. Заработная плата падает, это хорошо получается. А когда мы ставим вопрос о том, что этого не должно быть, этого нужно законодательно закрепить, это почему-то плохо. Потому что сейчас, с точки зрения лучший закон формулирован, который позволяет не индексировать на уровень инфляции, а индексировать меньше уровень инфляции. Это к слову я сказал. То есть есть товарищи, которые готовы бороться. И вообще, разговаривая с профсоюзными лидерами, если раньше они шарахались от выборов, потому что очень было сильно вот это отторжение какое-то, или вот эта анархическая такая агитация, что выборы это грязь, это политика, это грязь, это и прочее. Сейчас нужно держаться подальше, но сейчас это уже по-другому, воспринимается наоборот, что надо участвовать. И все, с кем я разговаривал, например, из разных профсоюзов, все согласились, и более того, они заинтересовались, и уже сами начинают говорить, ну когда, ну что, мы же прислали документы, когда, что. То есть это находит отклик. И в принципе надо как-то помочь разбудить вот этот инструмент, дать в руки пролетариям, которые настроены на действительно развитие рабочего движения. Вот в этом состоит собственная задача, на наш взгляд, на данных выборах, тактику я вам рассказал, как получится, покажет время. Но мы будем в этом направлении работать. Все, спасибо. Спасибо. Так, есть вопросы? Не садитесь пока. Первый вопрос. Если можно привести примеры удачного использования парламентских методов и выборов для развития движения. А второй вопрос, это прокомментировать случаи, когда представители, которые называют себя левыми, да, СИБами, и даже коммунистами добивались победы на президентских выборах, да? Так вот, насколько распространяется очень закономерности на это дело, и возможно ли, к вашей точки зрения, использовать такие парламентские победы для того, чтобы дополнительный какой-то импульс развитию рабочего движения дать? Имеется в виду в Воронину, Молдавию, на Кипре два срока был президентом, представитель, президент даже партии Акел прогрессивной, да, Чавес известный нам, ну и некоторые другие. Ну, к примеру, удачное использование, они были в истории нашей страны при Ленине, когда большевики, то есть партия революционного пролетариата, когда он управлял своих делегатов, это способствовало развитию. Потому что если оппортунист направит туда своих, это наоборот, ухудшает даже, да, в какой-то степени, то есть ничего не дает, по крайней мере. Если на современном этапе, то у нас в России, к сожалению, фракции создать не удается, до сих пор пока не удалось. То есть два отдельных депутата, которые были, слишком маленькое количество, тем не менее, они позволили, на мой взгляд, сохраниться до сих пор в РКРП как партия. Потому что все-таки ресурсы какие-то получали, известность, и в том числе из бюджета какие-то средства, ну, небольшие, но тем не менее, это позволяло воспроизводить партию как партию. То есть в этом состоит. Если уже заграничный опыт, ну, наверное, это, прежде всего, комиссическая партия Греция, которая очень хорошо сочетает эти формы, вовлекает форму рабочего фронта. У них есть депутаты и в Европарламенте, и в КПГ. При этом все депутаты, они сдают свои депутатские зарплаты в партийную кассу, и уже партия платит им из кассы зарплату квалифицированную рабочую, среднюю зарплату. Там нет такого, что ты пошел с деньгами. Так точно так же, как поступала коммуна в свое время и советская власть. По этому же принципу работают. Ну, наверное, такие примеры будем привести. Ну, это дает то, что позиция КПГ, даже на международной арене, наиболее влиятельная и сильная партия, считается, Это не китайская партия, которая вроде привелась. Вот КПГ, она является инициатором многих международных объединений именно. Это Солиднет, это ЕКИ, Европейская коммунициатива, ядро коммунистическое. Очень хорошие связи в них в профсоюзах и позиции в профсоюзах. Но, к сожалению, Греция – это не Россия, и победить социалистической революцией в Греции, в отдельно взятую, удержать власть, крайне сложно. Она маленькая, окружена со всех сторон, своих ресурсов не очень много, как и в России. Поэтому не дает это пока такого результата революционного преобразования в Греции. Что касается президентов, Ленин, как писал, что само по себе оно не приводит к диктатуре пролетариата или к строительству социализма, если мы захватим большинство в парламенте, даже если такое предстоит, или пост президента. Нет. Но это облегчит осуществление революционных преобразований, передача власти органам диктатуры и пролетариата. Если они есть, то свой президент, который издаст приказ и распустит буржуазное правительство и прочее, скажет, власть теперь, там легче бы произойдет, более бескровно. В Венесуэле или в Бразилии, где Вула был президентом, тоже рабочий, бывший от профсоюза, там не было органов диктатуры и пролетариата, там власть-то некому передавать. Естественно, это делает какие-то небольшие изменения, какое-то облегчение для трудящихся, пока он не переродится на этой должности человеком. Но не более того. Коренову ничего нет. Еще один вопрос. Участвуете ли вы в муниципальных выборах? В муниципальных выборах, когда мы были на... Как политическая партия Родфрам действовали, мы обязаны были участвовать, чтобы подтвердить свой статус политических партий. Мы участвовали в них, но муниципальные выборы мало что дают. Обладание депутатским мандатом на муниципальном уровне ничего не дают особо. Сил очень много тратится. И для того, чтобы захватить все муниципалитеты, например, вообще просто они для них огромное количество. Для того, чтобы один... Можно было бы ставить задачу, и некоторые левые организации ставили. Давайте захватим муниципалитет, сделаем своего главу. Но на практике не получается, потому что самые грязные выборы это на муниципальном уровне. То есть то, что происходит, например, в нашем уровне, скрывается, документы туда не подать. То есть тоже недорогие понимают возможность такого перехвата на низком уровне, на низовом уровне. Не допускает просто возможностей. Все это управляется и контролируется. Ну а так мы участвовали в муниципальных выборах. Все, спасибо. Переходим к выступлениям. Стюлькин Виктор Аркадьевич, пожалуйста. Значит, я думаю, что... Конечно, Степан Сергеевич надо поблагодарить за обзор исторический. А главное за то, что он немножко нашу мысль всколыхнул в преддверии тех выборов, которые уже в этом году будут. Поэтому для того, чтобы разбираться и понимать, значит, знать теорию и знать историю, это очень полезно и просто необходимо, наверное. Это вот первое. Второе. Я бы хотел обратить внимание на то, что Степан Сергеевич упомянул. Владимир Ильич, Владимир Ильич, который, значит, от большевиков в свое время писал призывы, никакие это не выборы, никакая это не дума, никакой непредставительный орган, издевательство, обман, так сказать, фуфло подсовывает, ну и так далее. Он с такой энергией, горячностью, с чувством, твогорично, а потом он заговорил, что, слушайте, вообще-то мы дали маху, мы неправильно оценили эту ситуацию, надо было участвовать. Это я к тому, что больше всего страсти разворачивается чаще между левыми силами, между друзьями и прочее. Значит, в спорах по вопросам о выборах, иногда прямо искры летят. Ну, надо спокойнее подходить, потому что уж если Ленин, так сказать, совершал ошибки, то, наверное, мы с вами тоже можем. Иногда и не стоит из-за этого чересчур перегибать палку. Вся сложность ситуации заключается, ну, правильно, в лекции подчеркнуто, в том, что буржуазная демократия, вот чем она, ну, как бы, лукавая и опасная? В том, что это наиболее устойчивая, наиболее устойчивая форма реализации диктатуры буржуазии. Вот наиболее устойчивая. Бывают выпады там в сторону фашизации, да? А в том, раз они снова в буржуазной демократии маску накинут, наденут, в чем дело? Почему вот так происходит? Потому что буржуазная демократия, она сеет иллюзии, что можно на что-то повлиять, что действительно какой-то выбор есть. А вот если еще чуть-чуть? А если они будут честные? А если, вот нам бы еще, да? Там, в 2000 где-нибудь, в 99-м году КПРФ не хватало, там, 20 голосов для того, чтобы. Вот. И вот эти иллюзии, они еще и еще раз говорят, что главная функция буржуазной демократии, это людей в этот канал завести. Людей по этому каналу пустить, чтобы они так и жили бы вот этими мечтами, что мы здесь что-то изменим, как-то в какую-то сторону. Значит ли это, что буржуазная демократия, это однозначно совсем плохо? Нет, потому что по сравнению с тем же самодержавием, это шаг вперед. Потому что в первой программе большевиков присутствовали пункты, требований обязательных, всеобщих, честных, ну не честных, используя равных, тайных, да, выборов. Вот как было дело. Поэтому, конечно, надо понимать, что это продукт истории, и что это, ну, вопрос, так сказать, для изучения и понимания. И мы действительно видим, вот правильно Степан Сергеевич вот эти цифры привел, показал, особенно в современной, значит, России. Я бы еще от себя добавил, для тех, кто не знает, что ведь на первых выборах, на которые мы принимали участие, РКРП, да, в составе блока коммунистов за СССР, деньги Центральная избирательная комиссия выделяла, выделяла для участия в выборах. Причем очень неплохие, да, это самое. Значит, на которые можно было вести агитацию, ездить в командировки, в соответствующие, приобретать какую-то продукцию, печатную или, там, звукоусиливающую, вплоть до, значит, резографы тогда, там, покупали, даже «Газель» приобрели, чтобы использовать для поездки вокруг, там, Москвы и прочее. То есть, вот о чем речь идет. А постепенно, постепенно управление сводится к чему? Что к четырем партиям, где они, вот они четыре сложились, да, и все, больше в этот круг никого не пускают. А дальше эти четыре партии, они, во сколько там, 320 раз, 320 раз увеличили собственное финансирование, и попробуй к ним пролезть, да? Они говорят, мы за честные выборы, давай честно соревноваться. Вот, ну соревнуйся. Там, так сказать, миллиарды, а ты, так сказать, со своей листовкой вот написали, ну попробуй там, выйди, как чужо. И тем не менее, конечно, значит, по возможности надо использовать, и правильно мне кажется, в лекции все это дело отражено, исходя из того, что бы внимание усилено к этому процессу, вот это внимание надо использовать, и надо показать. В том числе, вот, если с КПРФ удастся договориться, это плюс в том, чтобы, так сказать, хоть один депутат, хоть с этой стороны работал бы на развитие рабочего движения. Сейчас, в чем вот трагедия положения, или в чем тот огромный, ну как бы, достижение буржуазной диктатуры? В том, что среди вот этих 13 партий, где они тут должны быть? Вот эти, да? Вот 13 партий. Вот среди 13 партий, которые допущены до выборов, нету ни одной партии, включая КПРФ, которые бы агитировали за собственное развитие рабочего движения. Вот в чем смысл, нет. Поэтому, если удастся нам договориться, а договориться это в том числе тоже предмет давления, потому что если не удастся, тогда мы прямо, откровенно, открыто будем говорить. Не удалось, потому что ничего их это не интересует, потому что у них важнее собственные, так сказать, места, деньги. В 2011 году, когда была такая же ситуация, и в общем-то почти складывалась картина, что можем договориться, за день до съезда КПРФ в центральном списке вместо рабочего, вместо рабочего человека появилась фамилия господина Черкесова, генерал ФСБ, личный друг Путина, депутат Госдумы. Кто знает за ним какие-то заслуги по развитию рабочего движения? А чтобы я знала, кто он такой вообще? Личный друг Путина это тот деятель, который в 1993 году был председателем ФСБ в городе Санкт-Петербург и который себе заслугу ставит то, что они вместе с Собчаком обеспечивали в 1993 году мирное развитие событий здесь. Знать надо герой вообще в лицо по этому. Но я другое помню. Так. Поэтому все, я заканчиваю. Я к тому, что главный вывод один, как справедливо ссылался Степана Сергеевича на Владимир Ильича у него там это прописано, что думают, что будут готовые рецепты на все случаи жизни, особенно вот в этих делах от наивных. Надо иметь собственное масло в голове для того, чтобы в конкретной ситуации найти конкретный вариант тактики, который надо применять. А цель чтобы классовая борьба усиливалась. Вот тот вариант. Спасибо. У нас из года в год повторяется одна и та же схема, заглаженная до пресса. Начинаем цитатами из Ленина о том, что выборы ничего не дадут, окончаем тем, что будем участвовать. Да и хорошо, и правильно, и Ленин сказал, и все же понятно. Заново переживаем интригующую схему, прям как смотрим любимый кинофильм. И все ради того, чтобы развивалось рабочее движение. Даже вот сегодняшняя тема лекции так сформулирована. А вот слова о том, что партия должна обладевать разными формами борьбы. И какой же основной, основная форма борьбы партии? Знаем, какой. А почему в лекциях и в программах лекции вы его не найдете? А почему не основной формы борьбы повторяются и повторяются лекции, а об основной не заикание? А какая основная форма борьбы? Если я позволю процитировать Ленина. Грош цена партии, которая не участвует вместе с рабочими в стачках. А покажи мне твои дела в отношении к политическому стачечному движению. А если будут говорить, что как же тут у нас рабочего класса, нет, да и никак не раскачают, да и будут неудачи, то на этот счет тоже есть слова Ленина. За неудачной стачкой будет удачная стачка. За удачной стачкой будет революция. А за революцией будут у нас социалистические отношения, а не капиталистические, говорит Ленин. 174-я страница, 43-й том. Можете проверить. Когда же партия начнет говорить об основных формах борьбы, которые развивают рабочие движения? Спасибо. Дорогие товарищи, тема сегодняшней лекции, безусловно, важная, важнейшая часть нашей работы. Я бы хотел остановиться на двух моментах. первое, использование вражесных выборах. Речь идет о парламентских выборах, понятно. Вопрос это был решен и теоретически, практики большевизма, вывод однозначен, надо их использовать в деле развития рабочего движения. Поэтому я хочу внести некоторые уточнения. Рабочая партия России никогда не выступала против участия в парламентских выборах всегда было решение опубликовано. Вопрос только на какой основе это делать. Рабочая партия России предлагала поддерживать тех депутатов или группу депутатов, которые бы поддержали программу коллективных действий, поддержанную одобреной Федерацией Пресс-Союзов России. Очень простой критерий. И поэтому вопрос когда церковь РПМ с Ротфортом сошлись не сошлись заключался вот в этом. А не в том, что Рабочая партия России отказывалась от участия в буржуазных выборах. Это первое. Это как бы для уточнения. А второе наверное более важное. И как сформулирована лекция использования буржуазных выборов для развития рабочего движения. Для развития рабочего движения можно делать очень важную работу. Не просто важную работу делать. Можно всю жизнь отдать. Много сделать этой важной работы. Но при этом не делать основную. Я согласен с выступающим товарищем для меня. Какая основная работа? Ведь скользь Степан Сергеевич правильно сказал в ответе на вопрос. Ну что рабочая власть формируется в условиях буржуазных строя. Советы вот основная деятельность в основном направлении. А как к ним прийти? Мы сейчас пойдем к началу многократно об этом говорили. Формирование Совета в условиях буржуазного строя. Советы как формируются? Территориальные органы власти. Запасовочные комитеты. А запасовочные комитеты откуда получаются? В ходе борьбы, которую ведут организованные рабочие на предприятиях. И вот сейчас мы с чем столкнулись-то? Что мы находимся в начальном этапе поднимать нужно? Каким путем? Через коллективные действия, через организацию создания профсоюза и так далее и тому подобное. Вот последний пример скажем не просто крупное предприятие, одно из крупнейших предприятий в стране это Тименский литейный завод. Там создан рабочий профсоюз на Толороге Тимеи. который вошел в Федерацию профсоюзов России. Ну вот пошли небольшие тенденции. Вот она основная работа. Если ее не делать так особенно бесполезно. Это значит участие в выборах это по сути дела будет плестись в хвосте буржуазии. Подыгрывать ей. Вот в чем проблема. Спасибо. Заключительное слово Владимир Сергеевич. Пожалуйста. Ну тут перекликается товарищ Смоленец и товарищ Голоко они примерно говорили об основных формах борьбы о стачке о советах которые вырастают из стачки и вроде как здесь ни при чем парламентская борьба совсем. Ну во-первых товарищ Смоленец лучшая форма борьбы это не стачка а вооруженное восстание если на то пошло это первое Второе Владимир Владимирович Ленин говорил что любая массовая стачка не просто стачка а массовая стачка всегда важнее чем работа парламента депутатской фракции это так но выборы это не работа депутатской фракции это как раз движение самих масс выборы само голосование само движение оно тоже важное инструмент мы же не говорим о том что мы против того чтобы организовывать стачки или профсоюзы не надо так ставить вопрос выломитесь в открытую дверь мы говорим что к этому обязательно надо добавить и вот эти инструменты политические без них вы так и будете все время экономические требования выдвигать и рисовать какие-то фантазии потому что фантазии о 6-ти часов на рабочем дне это фантазия в нынешних условиях я показываю как по 12 часов работают абсорфинг они приезжают они работают по 12 часов в бараках где в городской области на заводах на заводах на станках за 25-27 это реальность тут же фантазии какие-то о профсоюзах о 6-ти часов на рабочем дне рисуют картинку пока мы не достигнем какого-то обладения рабочим классом осознание себя как политическая сила и заявление себя как политическая сила так и будем на месте топтаться поэтому надо обладевать всеми одно помогает другому мы же для чего говорим работа в парламенте чтобы помогать статичному движению для этого для организации для помощи не топтание не топтание поэтому не надо здесь противопоставлять а напротив надо одно должно дополнять другое ну и последнее что Виктор Иванович говорил о том что они всегда выступают якобы за те кто поддержит программу коллективных действий и прочее напомню что Родфронт куда входил фонд рабочей академии поддерживал программу коллективных действий несмотря на то что товарищи входили в Родфронт и мы поддерживали программу коллективных действий отказались участвовать в выборах в ЗАГСобраниях где Родфронт получил возможность быть зарегистрированной политической силой товарищи устранились не вырвинули ни кандидатов предлагали давайте своих людей давайте подписи собирать давайте вместе действовать давайте вместе вашу программу коллективных действий пропагандировать отказались ушли то есть есть слова а есть дела спасибо всем товарищам выступающим за вопросы и за выступление особенно Виктору Аркадьевичу который дополнил и получил мой доклад спасибо один тема занятие следующий четверг максим об объективных и субъективных предпосылках социальной справедливости основаниях социальной справедливости читает ректор профессор Макарубников спасибо спасибо